Как известно, в 2016 году Сочи примет всемирные хоровые игры. Но мало кто знает, что у города уже есть своя хоровая история и даже хоровые традиции. Первый хормейстер курорта Иван Александрович Шмелев, более известный среди горожан как учитель пения, в честь которого названа детская музыкальная школа. Поселившись здесь в 1901 году и бросив уже начатую карьеру в Москве, он с энтузиазмом принялся организовывать в городе хоры, церковные, а затем и светские. Но вместе с тем продолжал учительствовать в сочинских общеобразовательных школах, в каждой из которых благодаря Шмелеву был свой хор. За все годы работы первый хормейстер курорта воспитал три поколения сочинцев. Старожилы вспоминают, во времена Шмелева пел весь Сочи. Самый расцвет хорового движения пришелся на 50-70-е годы. Тогда хоры были как при санаториях, так и при таксомоторных парках. Первое сочинское хоровое общество появилось в 1910 году, а в 1936 здесь состоялась первая хоровая олимпиада. 25 таких праздников прошло. Это ежегодные, это просто феерические такие фестивали хоровой музыки, когда собиралось на стадионе до 5000 человек. Это только были участники хора. Вот сводные хоры со всех уголков нашего города, со всех здравниц, со всех школ, со всех учреждений собирались в Лазаревском районе, в Хостинском и выступали на стадионе, уже был объединенный хор. Каждый такой песенный фестиваль посещали знаменитые гости из столицы, а также хоры со всей страны. Участников не вмещал даже зимний театр. Песенные олимпиады проводились на театральной площади или на стадионе. Была в те времена в Сочи и школа хормейстеров. Учились в ней два года. Есть ли такой город на свете, где самый первый почетный гражданин – это хормейстер? А у нас их три. У нас три хормейстера в почетных гражданах. Это Клавдия Птица, это Борис Тевлин и Людмила Ермакова. Это 1966 год. Представляете, это просто чудо. Последняя хоровая олимпиада на курорте состоялась в 1985 году. Но и после Сочи не переставал петь. Правда, не в таких масштабах. Сегодня же в городе поют только дети и пожилые горожане. Но это пока, буквально через год, адресом песни снова станет Сочи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!